Почти уже 300 лет на страже закона сотрудники прокуратуры отметили свой профессиональный праздник. В региональном надзорном ведомстве торжественное мероприятие состоялось еще в минувшую пятницу. Правоохранители поздравили первые лица субъекта, а лучшие были награждены. Но между тем прокурор Нинецкого округа Николай Егоров подвел итоги деятельности за 2018. И так за прошлый год сотрудниками ведомства было рассмотрено порядка 2000 обращений. В центре внимания – защита социальных прав местных граждан. Все подробности прямо сейчас. Актовый зал прокуратуры – место для серьезных совещаний. Впрочем, сегодня исключение. Сотрудники надзорного ведомства отмечают свой профессиональный праздник. Одним из первых их поздравил генеральный прокурор России Юрий Чайко. Конечно, не лично, через видеообращение. Он пожелал своим коллегам слаженности в работе и на шаг не отступать от принципов. Отдельно хочу поблагодарить и поздравить наших дорогих ветеранов. Именно вы своим самоотверженным трудом принесли в наше ведомство те методы и принципы, на которых во многом основывается ежедневная деятельность современных прокуроров. От всего сердца хочу сказать вам за это спасибо. Слова благодарности в адрес сотрудников надзорного ведомства выразил и губернатор Ненинского округа. Александр Цибульский отметил, сегодня прокурор для любого гражданина – это некая гарантия соблюдения прав и свобод, которые приписаны человеку федеральным законом. Мы все понимаем, что вы все стоите на охране закона, на охране законности, соблюдении прав, свобод человека. И это, конечно, то, что вы делаете каждый день. Но особая роль, которую, мне кажется, Юрий Яковлевич Чайко сегодня сказал в своем выступлении, она крайне важна. Это о том, что сегодня у людей, у общества есть большой запрос на соблюдение именно социальной справедливости. И вы есть тот институт, который и является обеспечивающим ту самую социальную справедливость, которую люди сегодня хотят ощущать. Сегодня прокуратура является, пожалуй, самым главным и серьезным государственно-правовым институтом России. Это заявил спикер регионального парламента Александр Лутовинов, поздравляя сотрудников надзорного ведомства с профессиональным праздником. Он также подчеркнул прокуратуру Ненинского округа – одна из самых арктических в нашей стране. Уважаемые сотрудники прокуратуры, еще раз разрешить поблагодарить вас за службу, компетентность, честность и преданность делу. Искренне желаю всем вам здоровья, благополучия, успехов в вашей службе на благо Ненинского автономного округа и России. Это поздравление от всех депутатов нашего собрания, представительного органа власти, о котором здесь уже было сказано. Еще раз спасибо вам за работу. Праздник праздником, а вот без официальной части сегодня не обошлось. Прокурор Ненинского округа Николай Егоров подвел итоги деятельности за прошлый год. Статистика весьма положительная. Так, например, за 2018-й сотрудники правоохранительного ведомства рассмотрели около 2000 обращений. Каждое шестое было удовлетворено. На территории региона удалось добиться значительного снижения особо тяжких преступлений в отношении граждан. Николай Егоров также отметил сегодня, как и ранее, одно из главных направлений в работе ведомства является противодействие коррупции. Кроме того, защита социальных прав жителей Заполярья в центре внимания выплаты долгов по заработной плате. Принятыми мерами восстановлены права более 200 жителей региона на получение дополнительных мер государственной поддержки, компенсации за счет средств окружного бюджета. Во взаимодействии с органами власти, в том числе после изменения региональной правовой базы, погашена задолженность по заработной плате на сумму около 40 миллионов рублей. То есть речь идет о погашении задолженности в 10 организациях перед 138 работниками. Но проблема до конца еще не разрешена и у нас с вами есть фронт работы. Не остается без внимания и жилищные вопросы. Сотрудники прокуратуры помогают гражданам восстанавливать справедливость. Управляющие компании зачастую необоснованно завышают тарифы на коммунальные услуги. После вмешательства правоохранителей жильцам многоквартирных домов удается добиться перерасчета. Благодаря совместной работе органов государственной власти прокуратуры в 2018 году детям-сиротам предоставлено 42 жилых помещения. И также нам еще предстоит эту работу активизировать и продолжить. В завершении торжественного мероприятия Николай Егоров отметил и наградил лучших сотрудников прокуратуры. Некоторые удостоились новых званий. Олег Хатанзейский, Владислав Носкин, Телеканал Север.